Всем привет! Долгожданный обзор Упыря, новый обзор Упыря, скажем так, давно меня просили. На 16 миллионах это топ Упырь русских серверов, по совместительству топ-2 помощи всех русских серверов, соответственно. И сейчас будем делать на него обзорчик, но предварительно хочу сказать то, что данный персонаж ищет нового владельца. И соответственно все предложения вы можете прислать мне в директ, ссылка есть в комментариях внизу, в описании, не в комментариях, а в описании под видео. В принципе начнем обзор, значит я не знаю на чем зацикливать, в каких статах, то есть в принципе я буду просто все вам озвучивать. Значит пвп мощь топовая на всех русских серверах 3861, если Сивон там немножко не подкрутил, но в принципе до этого это была топовая мощь пвпшная. На всех русских серверах 3861, значит 61 миллион хп, 550 тысяч атаки, это я по нижнему. Дальше у нас pdf, mdf примерно округляют 200 тысяч, так как там незначительно идет плюс-минус. Билде 2 хели и 1, значит посмотрим сейчас сначала здесь статы, значит крит 86, парирование 20, у ворот 16 с половиной, прочности почти 210. Смертоносность 75, почти 2 миллиона плюс урона, дальше что важного такого, значит доп урон 224 с половиной процента, иммунитет 144, ну и дальше вон дракончики. Смотрим духовку, да, в основном это хп, 1 стат плюс дэмэдж основа, немножко есть 1 стат прочность экзоп, 1 стат прочность основа и 1 стат на крит основы. Это вот то, что по духовке, значит кольцо у нас 204 звезды, 140 уровень, да, вот это кольцо, это не максимальный, дальше качается, смотрим вот по проточке. Так, смотрим по трансформе, трансформа 62-63 практически вся, ну не практически, а вся 62-63, значит дальше навыки проточены пока что на максимум, то что есть, все вкачаны специально для того, чтобы повысить вот стат бонус. Дальнейший стат бонус, да, дальнейший стат бонус тоже будет, атака, pvp power и плюс дэмэдж. Дальше смотрим, книжка, ну книжка здесь качается так, ну в основном качается, но как выходит, то есть будет прокачиваться все, не то чтобы там отдельно какие-то акценты, будут полностью прокачиваться все, вот по драконам тоже. Дальше смотрим, что мы еще смотрим, да, значит здесь по Wadley Orb, да, здесь 40, значит и 30, ну вот статы соответственно, то есть 4-7% бонус здесь. На Одине у нас 40 и 1, значит 5% всего лишь, да, а дальше пошли рыцари, дальше смотрим карточки, смотрим основные карточки, размещение, карточки я буду быстро проклацать, потому что не вижу смысла особо на них зацикливаться. Если я начну перечитывать все карточки, то мы здесь будем ночевать, вот, поэтому дальше энда у нас карточки пошли. Карточек очень много есть еще в рыцарях, в рыцарях я вообще открывать карточки не буду, в рыцарях я просто покажу, что они есть и что они прокачаны, эти карточки и все. Ну вот была неплохая, но не зашла на 21, если бы там еще плюс 45% парирования было бы, было бы вообще прекрасно. Так, в принципе, не сильно вошла она. Дальше по древу, вот древо, осталось еще одну и вот потом последняя проточечка будет. Дальше по рыцарям смотрим, то что есть еще на рыцарях, на рыцарях я же говорю, я не буду зацикливаться, показывать, просто покажу, что рыцари. Много открытых карточек, много карточек 13, 15, звезд, в принципе, вот они все и есть. Дальше смотрим по героям, размещение, да, вот статы размещения, опять-таки сильно зацикливаться на статах не буду. Вот энда, ну здесь 718 тысяч атаки, то что именно интересно. И здесь по вот крит 74, прочность 108, также есть и моно 31, и до по 21. Основные, которые важные статы. И вот один экзо, здесь все сокровища максимально прокачены, абсолютно на звезды и на уровни. Значит, 23 миллиона хп, по 220-240 тысяч пдфмдф, атака 393, и здесь смотрим. Немножко крита, 56 тысяч парирования, 150 прочности, 110 смертоносность, также имеем почти 40 плюс, ой, доп. урон и иммунитет 111%. Дальше смотрим рыцари. Опять-таки на рыцарях я не буду зацикливаться. Вот так, смотрим рыцари. Быстренько проклацаем, кому нужно. Пауза. Всегда в помощь, ребята. Так, дальше что мы имеем здесь? Ну, двойные звезды, понятно. Все на атаку. Максимальные, соответственно. Рунки, рунки. Ну, давайте посмотрим рунки. Быстренько. В размещении рунки так, что будет. Дальше вот эндоруны. Здесь прочность, прочность в основном. Опять-таки прочность, прочность и прочность. И экзо. Смотрим здесь хп, прочность, пдф, прочность, хп, прочность. Да, так, дальше по рыцарям смотрим тоже рунки. Плюс пятнадцатые многие, многие не каченные. Ну, как бы золото есть, но не всегда бывают рунки. Вот запасные. Так, здесь мы все посмотрели. Дальше смотрим улучшения здесь максимально, соответственно. А по статам, давайте посмотрим по статам. В основном это стат и крит. Я уже из одного обзора в другой озвучиваю, то, что это нужно 4 крита, но не всегда получается. Так что имеем то, что имеем. Но в основном 2-3 крита есть. Так, дальше свитки. Здесь плюс дэмэдж. Стоят свитки. И хп, соответственно. Плюс дэмэдж, хп, хп. Так, пвп набор. Да, здесь красный 1. Красный 2 не одели только из-за того, что сережки до сих пор не выпали. То есть есть и оружие, и украшения, но нет сережек до сих пор. Так, инструмент, музыкалка последняя. Максимально прокачена, соответственно. Да, вот я вернусь. Здесь вот у нас стат. За счет того, что 84 уровень, уже 8% шанс срабатывания и плюс 15% криту. Дальше что у нас здесь? Также плюс 15% криту. И здесь также плюс 15% криту. Так, богиньки. Богиньки смотрим. Отдельно есть смысл? Напишите в комментариях, есть ли смысл в следующий раз отдельно показывать каждую богиню или проще просто показать в слотах то, что стоит и сразу именно в слоте показать общий показатель. Там 4-5 богинь уже стоит в слоте. Может быть не нужно, вот так как я сейчас проклацываю по одной и показываю там проточенные и сколько они дают. Но не вижу смысла тоже, к примеру. Так, ну и там дальше внизу две богиньки, которые не качены. Дальше смотрим, что у нас вот в слотах. На основе у нас максимально на крит. Значит, тут крита получается 18 плюс 9, 3000 парирования, 144 хп, 1000 хп, 4000 прочности, 15000 атаки практически и плюс-минус дэмэдж 6000. Здесь, значит, открыт только один слот секретный. Второй слот, кстати, даст, кто не знает, при проточке на плюс 2, это будет уже крит плюс 75%. Будет плюс дэмэдж плюс 25%, атака плюс 25% и крит плюс 75%. Так, дальше смотрим. Размещение. Ну, здесь остатки сладкие. Да, две валькирии и две афины. Статы, ну, в принципе, не актуально. Смотрим дальше. Эндо, в эндо Атлантида плюс 2. Значит, здесь у нас и прочность, и атака, и крит. Значит, что мы имеем? Прочность и плюс 16,5. Атаки плюс 21. 22 плюс 22. И крита плюс 9. Да, вот слоты. Также открыто уже 2. Плюс 2 заточено. На плюс 3 она будет давать 75% атаки и 50% крита, и 50% прочности. Соответственно. Дальше смотрим последнее. Это у нас экзо. Экзо у нас в основном хп парирование. Значит, здесь у нас богиня Зевса плюс 2. Она дает 2,5 в целом. Здесь 2,5 тысячи у ворота. 2,5 тысячи педефа. Так. 3-400 прочности. 880 тысяч хп парирование. Значит, 11. Ну, и там основной по мелочи. Здесь она также проточена на плюс 2. И плюс 3 будет давать уже 50% парирования. И у ворота, и 75% хп. В принципе, неплохо. Артефакты смотрим. Артефакты все прокачаны одинаково. Идут в ряд. То есть, я не буду каждое показывать отдельно. Здесь на атаку на дополнительных домах. Здесь на пвп пауэр. Да, здесь опять-таки на комбо атаку. Все они прокачаны одинаково. Только вот здесь вот немножко больше прокачан. Получается парирование, ой, парирование. Прочность и крит. И вот последний. Также здесь двойной стат. Но здесь сейчас стоит пвп урон. Пвп пауэр. Да, но можно ставить на хп. Так же, как и в размещении. Можно ставить на хп сарацина. Для того, чтобы фейкать мощь. Вот. Так. Конь. Ну, я не знаю. Ну, конь максимальный. Первое место в рейтинге. В принципе, с большим отрывом. Также первое место по бегу. Тоже с отрывом. В принципе, здесь, я не знаю. Ну, вот камни. Камни давайте посмотрим. Камни буду пролистывать. Все благословлены максимально. Соответственно, я не буду зацикливаться на этом. Не буду каждый отдельно проклацать. Я вот так медленно проведу. И покажу. То есть, в основном атака плюс урон, смертоносность и прочность. Ну, основные, которые, естественно. Здесь. Так. И вот. Это то, что касается основы. То есть, здесь в основном все камни стоят на плюс урон. Ну, и иммунитет не обижен. Так как 144% вы видели. Размещение. Энда. Да, вот тоже здесь рочка побольше прокачена. Ну, здесь чуть-чуть слоты не дооткрыты. Практически везде открыты слоты. Все третьи. Да. Вот немножко не дооткрыты. Но практически вот везде. Вот в экзо везде. Здесь также, вот видите, в экзо присутствует и МДФ, и ПДФ. И минус урон, соответственно. Так, дальше смотрим в дракон. Да, вот так, дракон. Ну, по 4 на каждого, на каждый слой. Так. Ну, и, соответственно, вот. Размещение меньше. Максимально на экзо, энда. И основу. Максимально выставлены камни, соответственно. Дальше. Драконы. Смотрим. Значит, драконы 2 по 4 звезды, 2 по 3. Сегодня ночью, кстати, еще один дракон будет 4 звезды. Немножко подгоняем. И снаряжение дракона, соответственно, все 15. Прокачено на максимум 15 звезд. И вот здесь вот покажу то, что проточка есть. Проточка основы на атаку. Значит, здесь вот плюс 19 тысяч за проточку. И 38 тысяч атаки за само снаряжение. Вот здесь по ХП. 346 тысяч за проточку. И полтора миллиона за звездность. Соответственно, здесь вот ПДФ. 35 тысяч и 8 за проточку. И МДФ по 35 и 8, 800 за проточку. Дальше по звездам. По обычному левелу. 157, 200, 146, 147. 200 максимальный. Пока еще не добавили свыше. Но будут выше 200. Также будут выше 4 звезд. Сейчас нет выше 4 звезд. Здесь уже есть запас некий фактов. То есть осталось всего 2 акции. Скажем, ну, 1, потому что сегодня, я думаю, что дракон зимы будет 4 звезды. Еще 1 акция. И будет последний дракон тоже 4 звезды. Соответственно, все драконы будут максимальны. Так. Честы все прокачаны. Вайперы посмотрим. 150, 187 уровень, 220 и 150. И парочку есть заменных еще. На всякий случай. Вдруг что-то там поменяется в билдах и придется менять их местами. То, что было вот в декабре обновление свыше 200 уровня аспиды. Мы разрешили точить. И, соответственно, вот они есть. Проточка этих аспидов выше. Так, дракон посмотрели. Это посмотрели. Давайте еще посмотрим, что у нас здесь. Йены. Да. Йены на крит основа. Крит энда. Дальше что у нас? Смертоносность основа. ХП основа. Крит основа. Плюс урон основа. Плюс урон основа, соответственно. И еще раз плюс урон основа. ПДФ. Ну, здесь просто прям просится ПДФ. Так как он прям весь на ПДФ. Мутированный Йен, соответственно. Значит, здесь плюс дэмэдж основа. ХП основа. ХП. ХП. Плюс дэмэдж. Здесь ПДФ. Но это немножко уже зеленые. Эти запасные Йены пошли, которые еще даже не прокачаны. Смотрим, что здесь выставлено. Здесь все 600. Ну, естественно, соответственно, все тоже выставлены Йены. Все открытые слоты и все Йены выставлены. Так. Ну, в основном я все вроде показал из того, что есть. Соответственно, все остальное там типа подземелья, не подземелья, а там мореплавание. Это все тоже максимально. По стадиям тоже все максимально. Вот. Соответственно, вот этот вот персонаж. А, могу показать то, что... Да, в монументе. Ну, вот он на втором месте по общей мощи среди всех русских серверов. И топ-1 Упырь, соответственно, всех русских серверов. Вот. Так что, ребятки, вот этот вот персонаж, скажем так, соответственно, ищет нового собственника. Так как персонаж немножко уже подустал, скажем так, и ему нужны другие руки. Соответственно, ссылка в описании на мой инстаграм. И пишите в директ кому какие-то ваши предложения, скажем так, по самому персонажу. Вот. Это был полный обзор. Я думаю, что рассказал обо всем. Если что-то забыл или что-то недорассказал, пишите в комментариях. Задавайте дополнительно вопросы. Если что-то не показал, покажу в сообществе. Отдельно скринами. Вдруг может что-то вот прям интересно было. Вот. Соответственно. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok